Ну что ж, друзья мои, добрый день. Добрый день. Продолжаем ежедневный бизнес-канал на Финам.ФМ. Время сухого остатка. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну и сегодня поговорим, действительно, как коллега мой Александр Кожапов проанонсировал, говорил о том, как сохранить наши сбережения и кто нам, собственно, в этом должен, в кавычках я ставлю это слово, помогать. И должен ли кто-то помогать, или это дело, собственно, проблема наша исключительно. Что делает, в частности, наша власть, чтобы помочь сохранить наши сбережения. Такова тема сегодняшнего эфира. Значит, я представляю гостя сегодня в студии. Евгений Надоршин, главный экономист АФК «Система». Евгений, добрый день. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, напомню вам, для того, чтобы мы могли с вами общаться интерактивно. У нас есть телефон прямого эфира 651099,6, код города 495. Есть сайт компании финам.фм. Поэтому вы можете воспользоваться, да, и позвонить, написать нам, задать свои вопросы, прокомментировать собственную точку зрения. Считаете ли вы, это уже я традиционно обращаю первый вопрос именно вам, уважаемые радиослушатели. Считаете ли вы, что действительно наши сбережения, это вещь такая стратегически важная для всего нашего общества, для всего государства. И нам кто-то должен все время в этом помогать, чтобы их сберегать. Ну что ж, начинаем наш разговор. Ну, Женя, если позволите, вам этот же вопрос я адресую. Должен ли мне кто-то помогать мои сбережения сохранять или это исключительно? Смотрите, сбережений может не быть. Поэтому, естественно, в этом случае помогать ничему ни за чем не надо. То есть если человек предпочитает жить, например, в долг, не имея таким образом сбережений, или просто тратить все подчистую, да, то есть не сберегать, но и не брать в долг, то в этом случае, естественно, никаких проблем нет. Если сбережения есть, а я бы так сказал, что с моей точки зрения, в нынешних условиях экономической реальности, когда Россия не может назвать себя стабильной экономикой, стабильным государством, вообще, конечно, сбережения лучше иметь. Потому что в худшем случае это просто подушка безопасности, а в лучшем случае это возможность потратить на то, что вам захотелось, не испытывая, скажем, необходимости бежать, срочно искать банк, который предложит вам кредит. Понятно, не просто по выгодной ставке, а, например, как сейчас, опять многие вынуждены искать банк, который будет готов их опять кредитовать. То есть у нас опять очередная проблема в банковском секторе. Все, значит, потребители опять без доступа к кредитным ресурсам. Я несколько утрирую, но, тем не менее, есть уже категория потребителей, которые не имеют доступа к кредитным ресурсам, причем по очень разным причинам. Те вот, например, кому не повезло с кредитной историей, он кредиты не брал. Те не имеют доступа к кредитам, по нормальной для них адекватной ставке, просто потому что банки боятся их кредитовать. А вдруг? Банки часто предпочитали кредитовать, скажем, людей с кредитной историей, даже не очень хорошей, может быть. А теперь сами попали в ловушку, что на самом деле хорошие заемщики некомфортны со входом в те условия, которые банк им предлагает. Ну ладно, мы оставим в стороне, пожалуй, кредиты. Итак, можно жить без сбережений, можно жить, соответственно, в кредит, то есть еще хуже, чем просто без сбережений. Но если сбережения есть, что, я полагаю, рационально для экономики России, для нынешнего этапа развития, то я хочу сказать так, что, в принципе, конечно, никто не обязан их защищать. Поскольку я уже сказал, что как минимум могут быть там три состояния, можно быть должным, можно быть без сбережений по нулям, и можно иметь сбережения, то очевидно, что сразу не у всех в обществе возникает эта проблема. Когда о сбережениях надо заботиться. Это раз. То есть это проблема части общества. Это первый момент. А второй момент, ну смотрите, поскольку это индивидуальное право граждан, то вот обеспечить достойный уровень жизни должно хорошее государство. Я не могу сказать, да, что наше государство делает все возможное в этом направлении, но, по крайней мере, это явно или не явно обязанность, которая там предполагается у нормального демократического государства. По крайней мере, если это не записано в соответствующих законах, это обещают на выборах. Вот. Но это не значит, что должны быть сбережения. Это важный момент. Поэтому, если вы формируете сбережения... То есть, извините, Жень, уровень жизни, который обещают нам на выборах, как правило, он может быть достигнут с помощью государства и при отсутствии у меня лично сбережений. Конечно, абсолютно верно. Абсолютно верно. Я хочу сказать, что есть варианты очень разные. Например, субсидии. Ну, как бы наше государство очень активно их практиковало еще с советских времен. Мы постепенно пытаемся от этого отказываться. Ну, поскольку мы не умеем их эффективно предоставлять, есть как бы у этого причины. И поскольку мы не можем их эффективно предоставлять, действительно, проще не делать, чем наладить нормальную систему. Это логично. Вот. К сожалению. То есть, в последнее время вообще российское государство выбирает все чаще, что проще. Вот. И последнее время, это последние уже несколько лет. Поэтому мы все пытаемся идти по пути простых выборов. И я боюсь, до хорошего они нас особо не доводят. Но это не значит, что государство особо виноваты. Везде как бы политики предпочитают выбирать, если есть возможность, что попроще. Вот. Нашим ничто не мешает делать этот простой выбор. Вот, пожалуйста. Поэтому тут очень важный момент заключается в том, что если, соответственно, у вас есть сбережения, то вы должны о них заботиться сами. Это точно. Вот спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Это очень хорошая фраза. Поэтому, если вы настолько обеспечены, что можете позволить себе сделать сбережения, или если вы обладаете, скажем, осторожностью достаточной для того, чтобы недопотреблять, то есть в ущерб текущего потребления вы урезаете свое потребление и формируете сбережения, заботитесь, вы о них должны сами. Вы можете воспользоваться теми инструментами, которые государство де-факто предоставляет, ну, как общее, да, там, благо для всех. Например, в виде агентства по страхованию вкладов и застрахованных депозитов. Вы можете воспользоваться какими-то еще инструментами. Но, боюсь, обладание сбережениями создает определенную, ну, я не знаю, как хотите, да, головную боль. То есть вы сами о них заботитесь, вы решаете, в какие инструменты вы инвестируете. И обращаю ваше внимание, какие-то инструменты типа депозита более защищенные, какие-то менее защищенные, типа акции, например, или иных там вариантов. Вот пенсионные, например, сейчас оказались совсем не очень защищенными, исходя вот из правовой ситуации, которая вокруг них сформировала государство. Но это вам по-хорошему должно быть оставлено право решать, во что вы их разместите, и да, из-за последствий вы должны отвечать сами. Вот государство может и должно создать инфраструктуру, скажем, я скажу так, не худшую, чем у других нормальных государств, чтобы вы могли комфортно свои сбережения размещать в различные вам инструменты. В частности, если мы говорим о участии государства в создании этой инфраструктуры, агентство по страхованию вкладов... Это элемент такой, это абсолютно верно, это элемент той самой инфраструктуры. То есть до его появления, да, я, размещая свои сбережения в банке, в принципе, рисковал, да, если что-то случится с банком. О, это мягко говоря, это мягко говоря. Помните 98-й год, собственно говоря, он вырастил, если хотите, он создал то самое ядро АСВ, которое сейчас, ну, вот в 2008 году спасло, по сути дела, репутацию российской банковской системы, и, в общем, немалое количество в российских банках, я вас уверяю. Жертвы были бы гораздо больше, если бы АСВ было не таким, каким оно сформировалось после, вот по факту, 98-го года. А в 98-м году, как вы помните, мало кто вообще мог чувствовать себя защищенным, и банки, в общем, по полной показали, как они могут, соответственно, поступить с населением. Ну, то есть не только с населением, на самом деле, пострадали все. И это в значительной степени была вина в том числе и самих банков, поэтому тут уже надзор другой. Вина банков, я прошу прощения, Женя, она в чем заключалась? Ну, конечно, естественно, спекулятивный настрой, то есть отсутствие недиверсифицированной риски, то есть очень большое количество ошибок с точки зрения ведения бизнеса, конечно же, неаккуратный подход к этому ведению бизнеса, ну, то есть безответственность. Вы можете применить очень большое количество нехороших слов, которые можно будет спокойно адресовать банкирам 90-х годов, и вы будете правы. То есть доказательства можно будет найти и официально, и неофициально, и как угодно. Вот, банковская система сейчас, безусловно, другая. Я вам хочу сказать, что в значительной степени это, конечно, заслуга и регулирования, и, ну, как бы регулятора как ЦБ. Здесь много недоработок, но, тем не менее, есть и положительные моменты, их тоже немало. И АСВ. АСВ, я вообще считаю, как бы спасла репутацию российских банков и, собственно, банковскую систему, и сбережение населения в ней в кризисе, в острой фазе 8-9-го годов. Поэтому я хочу сказать, что вот это самый комфортный инструмент, который, пожалуй, российское государство создало для российского населения, для того, чтобы сберегать. И, главное, не терять свои сбережения. И, главное, отвечая тогда на вопрос, который мы сегодня в анонсе, да, делает ли что-то российская власть, вон, пожалуйста, пример. Да, да, это правда, это правда. Я вам хочу сказать, что это верно. Наша система страхования вкладов является, ну, пожалуй, по факту работы одной из лучших в мире, я бы так сказал. То есть они постоянно, во-первых, само АСВ очень-очень внимательно к международным практикам, очень внимательно как бы к практике деятельности других агентств, к разработкам в части вот спасения, скажем, работы с банковскими институтами. Они стараются не просто не отставать, но применять наиболее передовые практики. Они не сидят на месте. И поэтому я вам хочу сказать, что до тех пор, пока АСВ работает так, как оно работало вот в последние годы, в значительной степени бережение безопасности. Есть проблемы, понятно. Как только вы сталкиваетесь с объемом больше там застрахованного, то есть больше ответственности АСВ 700 тысяч, тут уже не все комфортно. Но в большинстве случаев, опять же, на сайте АСВ информация представлена. Вы можете посмотреть, как получают деньги, чей объем депозита превышает застрахованное. И даже здесь население чувствует себя гораздо комфортнее, чем бизнесы, чем остальные агенты в экономике. То есть частный фладчик, он в очереди на первом месте. И это не просто. Самое главное, что это первое место. АСВ деньгами в подавляющем большинстве случаев наполняет по полной. То есть они достаточно жестко работают с должниками банков, они не чураются ходить в суды, они давят их. Причем они давят их не просто пользуя текущие законы, они активно меняют законы для того, чтобы сделать свои полномочия больше. У них есть такое право менять законы? Ну, как, вы понимаете? Или инициативы просто такие? Да, абсолютно верно. Подавать законодательные инициативы может любой. Другое дело, что если это хотим сделать я или вы, я боюсь, нам придется очень громко и долго кричать, и едва ли нас кто-то услышит. А если это захочет АСВ, то возможностей для этого у него, естественно, гораздо больше. И они этой возможностью активно пользуются во благо населения. Это очень нечастый, скажем, момент, когда действительно можно сказать, что очень большое количество изменений, которые приводят в жизнь АСВ, это позитивные для сбережения населения. Изменения и в очень большом количестве, ну, как бы, можно сказать так, что они ведут к тому, что даже если ваш размер больше застрахованный, вы получите с большей вероятностью свои деньги. То есть, вот, по крайней мере, до сего момента, в целом, практику деятельности АСВ можно было характеризовать именно так. А что касается больше застрахованный, да, то есть, если у меня сумма превышается 500 тысяч, есть все же такое достаточно широко рекомендуемое, что ли, мнение. Значит, надо, если у тебя сумма превышает, еще раз повторю, надо разбить на несколько частей и отнести в разные банки, например. Да, например, абсолютно верно. И я хочу сказать, что приятно, что этому не пытаются, там, сопротивляться. Вот есть предложение, значит, не больше, чем одного, значит, банка один год на человека и прочее. Все, чепуха. Вот, если вы достаточно обеспечены, достаточно хорошо... А за границей нет подобных примеров, что там вот ограничено количество? Я вам хочу сказать так, я не изучал настолько подробно и детально системы страхования других стран, но мне об этом неизвестно. Насколько я знаю, таких ограничений нет, это чушь. Никакого смысла в этом не имеется. То есть, если регулятор в виде ЦБ считает возможным, чтобы в системе страхования присутствовали, то есть в системе вообще работали, присутствовали и имели доступ к работе с депозитами населения 900, скажем, банков, то нет никаких причин и оснований для того, чтобы запрещать человеку разместить деньги в любом из них. То есть, если регулятор допускает ошибку, а ЦБ дает понять, что он допустил какие-то ошибки, пусть явно не признает, но тем не менее своими действиями это из действий ЦБ следует, то, простите, как бы исправлять ее нужно не на уровне наказания человека, положившего деньги на депозит в банк, потому что это рушит систему, это неправильно. А нужно исправлять ее на регуляторном уровне. Идите, отправляйте, чистите банки, отнимайте лицензии, отзывайте, закрывайте, работайте по-человечески и нормально, упреждающе даже желательно. Не в последний момент, когда организация на грани, а когда, соответственно, это уместно и можно сделать с минимальными потерями, в том числе для всех клиентов банка. То, что сейчас происходит в банк-системе, это те самые случаи? Ну, нет, это запоздалая реакция. Собственно, поэтому у нас и кризис в некотором смысле. То есть он не очень большой, и сейчас не очень остро его подавили, но тем не менее он создал определенную панику среди вкладчиков и среди акционеров банков, и он еще не закончен. К сожалению, это запоздалая реакция. То есть это попытка очистить, что называется, задним числом, знаете, когда уже потухло. Я боюсь, это не самая продуктивная и эффективная деятельность, но мы, собственно, не об этом. Очень многие ассоциируют, давайте вернемся к сбережениям. Я много хвалил АСВ, это, в общем, я считаю, вполне заслуженно в этом контексте. То есть я здесь думаю, что можем остановиться и перейти к следующему моменту. Очень многие ассоциируют то, что происходит в частном валютном рынке, с какой-то угрозой для своих сбережений. Я хочу вам сказать, что это не совсем правильно. Это не совсем аккуратно. Поскольку, смотрите, мы все-таки живем в этой экономике. Это экономика России, ее национальная валюта рубль. И сбережения подавляющая часть людей формируют в рубле. По крайней мере, это уже много лет давно как общее место. Но теперь смотрите. Деньги тратятся большинством тоже здесь. Ну, даже если человек ездит в зарубежные поездки, обычно это малая часть расходов по сравнению с основными расходами на продукты питания, на технику, на что угодно. На жилье, оплату услуг, как хотите. И поэтому, по большому счету, угроза для сбережений – это инфляция, а не курсовые колебания. Поэтому, если мы видим резкое падение курса рубля по отношению к доллару, которое мы наблюдали, например, в январе, там порядка 8% от минимального до максимального значения, кажется, у нас было. Ну, плюс-минус, 7-8, это не принципиально. Это действительно резко, это действительно сильно. Но я утверждаю следующее. Угрозой для сбережений это не является. Это является, если угодно, спекулятивным поводом заработать на росте курса иностранной валюты. То есть, если вы в душе спекулянт, а, в принципе, каждый в душе спекулянт, потому что если кому-то предложат заработать, ну, так сказать, быстро и на халявку еще особенно, почему нет, почти никто не откажется. То есть, ну, особенно, поскольку последние 20 лет нас к гибкости, что называется, приучили. Так вот, в этом случае, как бы, картина очень простая. Хотите попытаться спекулятивно заработать на росте курса одной валюты против другой, вы здесь не обязательно доллар против рубля, евро против рубля. Если вы, так сказать, начинаете смотреть, так смотрите шире, соответственно. Берите, как бы, доллар-евро против бразильского реала, там еще больше можно было заработать, чем против рубля. Против турецкой лиры и там заработок был больше. Против южноафриканского рандом можно было за полтора года поднять, там, 30 с лишним процентов. То есть, уж если вы так идете в валютную спекуляцию, то расширяйте свой кругозор, залезайте туда, вы будете полноценным нормальным валютным спекулянтом. Но к сбережениям это не относится, поскольку, с моей точки зрения, то, что вот сейчас происходит на рубле, не вызовет инфляцию. Это важный момент. Это будет очень небольшой краткосрочный всплеск инфляции, а по итогам этого года инфляция в целом будет меньше, чем по итогам предыдущего. У этого есть причины. И поэтому я хочу сказать, что независимо от того, что будет происходить с рублем, с высокой долей вероятности, причины, мы можем там о них поговорить, это не нанесет угрозы сбережений. И да, ничего государству по этому поводу делать не надо, как есть там призывы, давайте пусть ЦБ остановит это, давайте пусть... Что же власти, куда они смотрят? Никуда, не надо ничего. Фраза традиционная, из уст обывателя, она звучит именно так. Вот сейчас происходит вот это вот движение, ослабление рубля, это бьет по моим сбережениям, это бьет по наименее защищенным слоям населения. Ну это неправда и двойне, да, и будет, наверное, даже вдвойне неправдой такое вот утверждение. То есть это не бьет по сбережениям в большинстве случаев, поскольку, как я уже сказал, скорее всего не выльется в ускорение инфляции, а скорее всего вот результат тех процессов, которые сейчас происходят в экономике России, приведет к снижению инфляции. Это значит, что если вы, например, в прошлом году зафиксировали для себя ставку по депозиту в 10,5%, вот инфляцию по итогам этого года, я ожидаю, 4,5%, это значит, что в реальном выражении сбережения прирастут на 6%. Да, против поездки, да, против поездки, туристической поездки в еврозону, ну в одной из государств зоны евро, в США, в Китай действительно будет снижение, потому что обесценение рубля, съезд вот эта вот доходность по депозиту, велика вероятность действительно, что будет либо тоже на тоже, либо может даже чуть похуже получится. Он зависит от того, когда был открыт депозит, сколько на него набежало, как он закрывается, какой будет курс на этот момент. Вот это действительно да, но простите, а кто заставляет обязательно ехать в зону евро? Поезжайте, пожалуйста, в Индию, там будет дешевле, вот-вот против, в тех же рублях, или в Таиланд, соответственно, не проблема даже. Дождитесь, пока проблемы там сейчас разрешатся, политические, да, они эти отели с радостью будут отдавать в тех же рублях, в дешевших рублях еще дешевле. Можно и за границу уже не ездить, у нас в Сочи есть там. Нет, а вот я боюсь, что вот это будет дорого. Я вам хочу сказать, что мои ощущения от Сочи такие, что дешевле, дешевле в Египет, Турцию, куда угодно. Дешевле и, к сожалению, даже лучше. Может, что-то там сейчас поменялось, но я боюсь, стало только дороже. Уж извините за непатриотические заявления, но лучше я буду честен, чем, соответственно, соглашусь с тем, что не кажется мне очевидным. Хорошо, хорошо, это ваша точка зрения вполне логично. Женя, еще такой момент, я вновь опять к неким событиям на валютном рынке все же. Традиционно существует опять такая точка зрения, что в отношении сбережений мы все-таки пытаемся еще и соблюсти некие валютные риски, связанные с тем, что курс рубля по отношению к доллару, к евро будет меняться. Хотя, ваша позиция мне понятна. Арбитраж, да. Я вам хочу сказать, что это называется арбитраж. Вот это создание некой валютной корзины, традиционно вы говорите. А в чем хранить сбережения? Исходя из вами сказанного, вы говорите, надо в рублях хранить, поскольку это и доходно, и вы зарабатываете. Это нормально, это меньше всего нервотрепки, потому что, скорее всего, потрачены они будут в рублях, по крайней мере, в основной своей массе. Но вот пресловутая корзина валютная имеет место? Ну, смотрите, я не сторонник вот этого разделения по корзинам, потому что не очень понятно, на что вы делите и что вы против чего страхуете. То есть страхование, страхового попытки что-то застраховать я вообще не вижу. Потому что, я еще раз говорю, скорее всего, тратить придется в рублях. Если вы четко понимаете структуру расходов, то есть если вы, например, знаете, что вот сберегаю я на три вещи. Допустим, хочу подлечиться. Допустим, у меня мысль съездить в какой-нибудь венгерский курорт или санаторий. Мне понадобятся евро. Да, 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 тогда мне нужно евро. Оцениваем, оцениваем. Заметьте, первоначально, прежде чем бежать и менять корзину, и там три-три, там, не знаю, одна треть, одна треть, одна вторая, одна вторая. Мы идем и оцениваем, сколько будет стоить мне поездка в текущих рублях, там, неважно, в текущих евро. Фиксируем, высчитываем, записали, да, вот это. И прикидываем, в какой момент я хочу этим воспользоваться. То есть, понимаете, это требует хорошего планирования, я вам хочу сказать. Прежде чем вы начинаете дробить эту корзинку, вы сначала должны распланировать. Ну, это логично. Теперь дальше, да, что я хочу от долларовых расходов. Ага, у меня китайские товары, допустим, да, есть, которые, вот, действительно, они, как бы, юань достаточно плотно, скажем, держатся к доллару. И вот нынешнее удешевление рубля сопровождалось, там, полупроцентным движением юаня вниз против доллара. То есть, это ни о чем разговор. Ну, дорожание, соответственно, и импорт. Абсолютно верно. Импортных громко сказано. Импорт из Бразилии, возможно, подешевеет. Импорт из Австралии, возможно, не сильно изменится в цене. Импорт из Канады, если он есть, понимаете, немного, но может оказаться что-то сюда. Ну, и есть что-то, что привозит из Канады. Он, на самом деле, в рублях там лишь немножко подрастет на процент-два. Вот из Китая, да, к китайскому импорту это относится. К индийскому, например, уже не очень, потому что в прошлом году рупия очень здорово бегала. И у нее существенное удешевление по отношению к доллару, и там один к одному. И то же самое ко многим валютам. Поэтому я вам хочу сказать, что... О европейском импорте мы не говорим. Смотрите, с европейским импортом есть нюанс. Из Европы формально мы получаем, фактически, считайте, половину нашего импорта. Но структура этого импорта, если вы посмотрите на то, из чего состоит европейский импорт, мы прыгаем немножко по темам, но не суть. Это подавляющая часть товаров, де-факто, произведенных в иностранных для Европы государствах. То есть это может быть произведено в Таиланде, Турции, Китае, где угодно. Бытовая техника действительно основной источник Китай. Поэтому во многих случаях этот товар может подешеветь. Но есть два нюанса. Ну, допустим, это уже обыватель может и не знать, но, допустим, это знаю я как экономист. Во-первых, оптовые цены в Китае сейчас снижаются. У них есть проблемы с потреблением, им некуда запихивать весь тот товар, который они производят. Поэтому эти цены упали процента на 2-3. Поэтому тот факт, что рубль, например, ну вот час после коррекции, там отскочил на 6, двинулся на 6% к доллару, вот у вас полпроцента движения юаня, 5,5 осталось, 2-3 вы читаете. Будет ли существенным для меня рост на 3% стоимости китайской бытовой техники? Что-то мне подсказывает, что в подавляющем большинстве случаев я его не замечу. Вот, соответственно, результат нынешнего обесценения рубля и криков вокруг этого. Но как бы это действительно то, против чего можно страховаться. Теперь, если это Таиланд, если это, там может быть, Вьетнам, где обесценений не было, допустим, в этом году, но оно было в 11-м и очень существенно. Если это еще очень приличное количество других там азиатских и не только производителей против рубля, там практически нет основания ожидать роста цен. По сути дела, там никаких проблем. И, заметьте, произведено будет во Вьетнаме, ввезено через Европу, цена тоже может не поменяться. Очень многие производители после 2008-2009 года стали гибче подходить к своей ценовой политике. Если я вижу, что себестоимость товара поменялась, она стала ниже. А на том рынке, на который я его поставляю, конъюнктуры не очень, а она у нас сейчас как раз та самая, не очень, особенно в бытовой технике, это лучше я снижу цену на товар, чтобы его хотя бы продать и нормально на этом заработать, чем я буду держать его на полках магазина. А через некоторое время, если товар же не уходит, магазин что сделает с полок? Сначала он подвинет его вниз, а потом задвинет куда-нибудь назад, и этот товар с полок просто исчезнет, если он не ходовой. Это значит, что я потеряю долю рынка, я потеряю позицию, я потеряю прибыль. Скорее всего, большинство компаний с таким рынком, как Россия, работать не станут таким образом. Поэтому почти наверняка, если снижается себестоимость поставок, а вот по многим позициям, поставляемым формально из Европы, себестоимость товаров снизится просто из-за удешевления валют стран, где они произведены, то мы увидим, как, о чудо, европейские товары, несмотря на рост евро, не торопятся дорожать. И это будет еще одно, так сказать, открытие, которое не обратившее внимание на то, что было в 2008-2009 году, а в 2008-2009 году ровно это и было. Был скачок, и потом очень многие товары быстро-быстро присели. Кто по акциям, кто по скидкам их распродавал, неважно как. А скачок это эмоциональный, наверное, да? Ну, первая реакция очевидна. Ну что вы, у нас недвижимость каждый раз дергается, когда доллар пытается расти. И вы знаете, с каждым годом все слабее попытка. В 2008 году это было просто выстрел. А сейчас, знаете, такие подергивания, как конвульсии. Потому что, ну, нет спроса на эти цены, понимаете? Ну, вы можете ее задирать куда угодно. Хотите стоять не продавая, пожалуйста, стойте. Как бы вы будете вне рынка. Рынок уйдет вниз, и там будут тихо... Это вроде бы такое правило хорошего тона, знаете, да? Что вот ситуация изменилась, рубль подешевел, давайте, долларовые цены, значит, мы... Да-да-да, я уже слышал это неоднократно. Пускай рассказывают кому угодно. Доходы подавляющего большинства людей здесь в рублях. Кредиты сейчас стали менее доступны. Очень большое количество сделок, что в автомобилях, например, что в недвижимости. Идет через там соответствующие кредитования банков. Банкам сейчас не особо до этого есть. Поэтому можете что угодно рассказывать. Я вот как бы говорю еще раз. Сейчас король тот, у кого деньги есть. Поэтому если как бы ты говоришь, вот, знаете, ситуация поменялась. Я знаю, вот недавно общался, так сказать, один продавец, гаражное место покупаю. Вот я купил за 50 тысяч долларов, я продаю за те же деньги, миллион 800. Вы знаете, а рядом распродается за миллион 400. Я ему говорю, как бы, ну, смотрите сами, как бы, без проблем, естественно. Он как бы с весны прошлого года и продает, если я правильно помню. Вот, и никуда он его не продал и не продаст, скорее всего. Это как в том анекдоте. Почему так дорого? Деньги очень нужны. Ну, как бы, я так понимаю, у него другая ситуация, ему не очень нужны, вот он и стоит. Но не проблема, никто и не купил, и я не возьму. То есть, потому что я не вижу никаких проблем, как бы, просто осмотрев рынок, я вижу, что есть другие предложения. Зачем? Просто те единичные, как бы, проекты, которые фактически скачут вслед за долларом, это никакой роли на рынок не играют. Рынок складывается де-факто в рублях, и это уже реальность этой экономики. Поэтому важна именно инфляция. И каждый раз, когда вы оцениваете движение рубля против доллара или любой другой валюты, смотрите, вот именно с точки зрения сбережений, смотреть нужно на то, будет эффект на инфляцию или нет. Для того, чтобы оценить эффект на инфляцию, нужно постараться понять, это один рубль движется или не один. Вот сейчас рубль не один. Поэтому эффект на инфляцию будет скромным. Евгений, огромное спасибо. Мы сейчас с вами все же прервемся, потому что надо послушать рекламу. Может быть, там, кстати, что-то интересное, с точки зрения ценообразования. А потом продолжим эфир. Итак, друзья мои, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Тема сегодняшнего эфира. Что делает российская власть, чтобы помочь сохранить наши сбережения. Ну и добавили мы к этому вопросу. А нужно ли, чтобы она что-то для этого делала. Напомню, в студии сегодня Евгений Надоршин, главный экономист АФК «Система». Телефон студии 651099,6, код города 495, сайт компании финам.ФМ. Это информация для вас, уважаемые слушатели. Можете к нам присоединиться, поделиться собственными мыслями по этому поводу. Либо задать вопрос Евгению. Я думаю, многие хотят это сделать. А Евгений с удовольствием на них ответит на вопросы. Постараюсь. У нас есть как раз звонок. И давайте начнем вторую часть именно с него. Сообщением с Вадимом. Вадим, день добрый. Вы в эфире. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим Самара. Да, здравствуйте. А у меня вопрос к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, ну вот у нас девальвация произошла, и за последние 20 лет это не первая девальвация. Почему в Соединенных Штатах Америки доллар стоит как монумент? Почему евро стоит как монумент? Мое объяснение в том, что там просто такой парламент, который непосредственно представляет интересы избирателей. И если такой, не дай бог, там случится, там под микроскопом, под лупой будут рассматривать, а можно ли было бы обойтись без этого, и правильно ли поступили финансовые власти? Если не приведи Господь, а не поступили неправильно, там будет череда отставок. Наш же парламент представляет в основном только правительство и аппарат президента. И далеко не всегда представляет, на мой взгляд, интересы непосредственно избирателей. Ответьте мне, пожалуйста, прав ли я, и прошу прокомментировать. Спасибо, Вадим. Спасибо за вопрос. Смотрите, Вадим, вы действительно правы в том, что если финансовые власти США поступили неправильно по какому-нибудь пункту, ну или в еврозоне, например, действительно будет разбирательство и действительно возможна череда отставок. А вот в части курса, боюсь, вы не правы. Смотрите, когда евро запустился в свободное обращение, это, кажется, было где-то в начале 2000-х годов, в 2001-м, вот как бы он стоил, если мне не изменяет память, меньше доллара. Соответственно, сейчас вы можете посмотреть, курс евро 1,37, если я правильно помню, приблизительно это должно быть текущее значение. Между этими точками больше 40% разницы. Наше обесценение рубля с 2007 по 2000, значит, по настоящий момент, то есть по февраль 2013 года, это немножко менее 50% против доллара. Поэтому, как видите, движение, да, ну плюс там интервал, конечно, несколько отличался, но он приблизительно сопоставимый. Если возьмем, если возьмем тот же точку 2001-2002, то это будет 32-33 рубля за доллар, это смешно, это почти текущее значение, 5-6%. Поэтому, если мы будем сравнивать на сопоставимом интервале, то есть с 2001 по текущий момент, то мы получим, что рубль подешевел к доллару приблизительно там на 5-6%, а евро к доллару вырос аж процентов там на 45. Вот вам и монумент. Вот, доллар. Теперь смотрите, во время кризиса 2008 года евро падал к доллару там со значения, вот сейчас могу ошибиться, значит, 1,40, там было 1,25, сколько-то, ну то есть 20% была просадка. Да, кризис 1,60. 1,60, точно, потому что там же феноменальное было, правильно. И 1,20, собственно, к ноябрю 2008 года. Вот вам и еще, пожалуйста, один монумент. Там такое море, простите, и такие волны, на которых неопытного человека, который захочет там поиграться на валюте, например, вынесет, как нечего делать, причем, заметьте, в 2008 году это произошло за считанные месяцы, занял не ту позицию. И 40% сбережений, как бы как ни бывало. Обычно по-другому говорят, уже в ноябре обычно говорят, эх, вот если вот так, вот там по 1,60, я бы поменял евро на доллары, да, и вот это, ох, сейчас бы я весь в шикар. Это правда. Но я вам хочу сказать, что нет, конечно, и более того, я вам хочу сказать, что ответственность финансовых властей США к курсу прямого отношения не имеет. То есть курс в США и еврозоне свободно определяется рынком. Это записано в соответствующих документах, которыми руководствуется ФРС и Европейский Центральный Банк. И напрямую интервенции на валютном рынке они не проводили. Я уже не знаю, сколько, ну, собственно, ЕЦБ не так долго существует, но вот там, если мы возьмем Бундесбанк, да, там я не помню уже сколько десятилетий. Там лет 30-40, может быть, я боюсь соврать, может больше. Вот, все, что они делают, это так называемые свапы, это производные финансовые инструменты. Вот, в острой фазе кризис, когда, например, европейским банкам не хватало, там, швейцарским, каким-то еще там, и там в Японии были еще, была нехватка долларов, вот ФРС предоставила их через вот так называемые свапы линии. Это производный финансовый инструмент, знать, которым много не обязательно, просто это не прямая интервенция на валютный рынок. То есть просто дают доллары на определенных условиях на определенное время, вот так, скажем, в обмен на другую валюту. Вот, и это было сделано тоже, в общем, на рыночных условиях, там, более-менее, ну, как бы, насколько я понимаю. Но это не суть. Суть заключается именно в том, что вот за курс ответственности финансовые власти США прямой не несут. И за это их никто никогда не судил, по крайней мере, я вот слежу за рынками, финансовыми рынками, не столько, может быть, валютными, сколько финансовыми в целом мировыми на протяжении, там, ну, вот, я не знаю, лет уже, наверное, около десяти, и ни разу не сталкивался с тем, что кто бы то ни было, там, указывал или обвинял финансовые власти США или еврозоны. Совершенно верно. И в противовес этому можно сказать, что до последнего времени наши, по крайней мере, да, официальные лица или наш регулятор был ответственен за курс. Это правда. Это правда. У нас действительно обратная ситуация, но последние три года, ну, вот, третий год, когда они, так сказать, активно говорят о том, что они хотят от этого отказаться, они прошли очень большой путь на пути отказа от валютных интервенций, это правда. И учитывая, вот, их декларации и заявления последних, ну, скажем, ну, вот, с момента появления нового председателя, я вам хочу сказать, что, в принципе, основания обвинять ЦБ в том, что что-то там не так происходит на валютном рынке, нет ровным счетом никаких. Он делает все то, что записано в его правилах, он обещал, он не отклоняется ни на, там, не знаю, доллар, цент, не знаю. — Не на йоту, ладно. — Да, не на йоту, и выполняет, в общем, свои обязательства довольно четко. Вот, как бы, все, что он обещал, он делает больше, он не делает ничего. У него сейчас другая цель, это инфляционное таргетирование, я, собственно, про это и рассказывал. Со сбережениями она связана гораздо ближе, чем, простите, курс рубля, да, к доллару или евро. И это самая основная ситуация. Я вот думаю, что как раз именно поэтому вам кажется, что доллар и евро так стабильны, что их резиденты не обращают внимания на валютный курс, поскольку это, они точно знают, к их сбережениям имеет весьма опосредованное, косвенное отношение. Зато они обращают внимание на инфляцию, это точно, везде и всегда. И, наверное, стоит, опять-таки, сравнить нынешнюю или в исторической перспективе уровень инфляции в Штатах, уровень инфляции в Европе и уровень инфляции в России. Это правда, но там плюс-минус паритет. Я хочу сказать, между Штатами и Европой плюс-минус паритет. Два-три там процента, полпроцента отклонений, разница не очень велика. Ну, сейчас немножко там по-другому это выглядит. Абсолютно, да, да. Но я думаю, что это временное явление. Вот, а если мы возьмем, например, нашу историю, то я хочу сказать, что не столько благодаря усилиям ЦБ, сколько благодаря вот стечению обстоятельств у нас сложились условия с довольно низкой инфляцией, исторически очень низкой инфляцией. И, в принципе, если ЦБ удастся, скажем, воспользоваться этой благоприятной для него ситуацией и закрепиться вот в своих целях инфляционного таргетирования, нас тоже валютный курс будет беспокоить гораздо меньше, чем сейчас. И это правильно. Я считаю, что да, но это не продуктивно. Я честно хочу сказать, что вот как бы у меня... Понятно, что я экономист, и довольно либеральный, и сейчас это будет звучать не очень привычно, но я вам хочу сказать, что вообще, когда... Вот, понимаете, валютные курсы, туда-сюда вот эти движения курса одной стороны против другой, они отвлекают очень большое внимание от реально продуктивной деятельности. То есть человек должен заниматься тем, к чему у него лежит душа, чем он хочет, своей работой, там, я не знаю, тем, что ему полезно. Если он начинает бегать из обменника в обменник и менять там валюту, а вы можете посмотреть по оборотам по российской банковской системе и прочее, это огромные объемы проходит, это колоссальная непродуктивная деятельность. Ничего полезного там не происходит, если честно. То есть мало того, да, что он отвлекается от основной деятельности, он ничего не решает с точки зрения валютных рисков, а некоторые, которые пытаются таким образом еще и заработать, да, в конечном итоге теряют, потому что это абсолютно неэффективный инструмент, обменник на улице, да, чтобы бегать из одного кошечка. Ну, и спреды там широкие, да, и если вы не очень понимаете, что, зачем делаете, результат, да, часто заставляет, так сказать, задуматься, но после. Или разочароваться уже, пасфактум. Еще один звонок, давайте пообщаемся. Михаил, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, меня, как простого обывателя, интересует совсем простой вопрос. Вот вы сами указали сейчас в передаче, что в США и в Евросоюзе за последние годы 2-3% в год инфляция. 2-2. Ну, 2-3. Дело не в этом. Соотношение, так же вы указывали в передаче, при этом соотношение рубль и доллар остается примерно там 30-33 в течение 10 лет. Так что же происходит? То ли, а, и наша инфляция при этом за эти 10 лет составила не 30 и с них, да, а 100, наверное, все. Так вот, что же происходит? То ли рубль дешевле, то ли доллар дороже при этих соотношениях. То есть еда-то у нас заражает, а у них остается при тех же значениях. У меня как обыватели вот это волнует. Не волнует, а интересует. Куда же, и что же делать с нашим рублем при таких соотношениях? Спасибо. При разных инфляциях, при разных инфляциях, так соотношение остается одно и то же. А продукты у нас заражают. Да. Спасибо, Михаил, спасибо за звонок вам. Вы не простой обыватель, я хочу сказать. Разбираетесь. Да, да, как бы. В материале. Это, это, вы весьма продвинутый обыватель. То есть это очень аккуратный, грамотный подход. С точки зрения... Тонкий, я бы даже сказал. С точки зрения анализа. Это действительно так, поэтому, например, в последние годы, вот исходя из того, что соотношение курса рубль-доллар действительно на интервале, там, 10 лет приблизительно стабильно, ну, вот если мы не возьмем, я говорю, последний скачок, а возьмем, например, значение по прошлому году, там, 32,56, мы, по-моему, закрыли год, ну, 32,80, это считайте значение 2001 года, там, приблизительно. Так вот, соотношение рубль-доллар приблизительно стабильно, а долларовая инфляция, я, да, вас не сразу понял, простите, действительно, за это время была 20-25, ну, там был небольшой вот скачок, когда нефть росла, там, до 3,5 доходила, ну, думаю, что в пределах 30% за этот, допустим, там, 11-12-летний интервал, вот, ну, да, да, соответственно, а наша инфляция, я вот сейчас затруднюсь действительно посчитать, я думаю, что за этот период она превысила 100% в совокупности, да, да, то есть это, причем, заметно превысила, да, возможно, мы 150 в сумме за это время набрали, это действительно означает, что наш производитель, вот, как любит эту знаменитую, значит, шарманку, наш производитель сильно потерял в конкурентоспособности, вот, поэтому его, да, так сказать, товары стали дороже, поэтому он не может их продавать за рубеж, вот, а с точки зрения, с точки зрения потребителя, это, наоборот, довольно неплохо, потому что, если бы мы пытались поддерживать рубль на том уровне, который, значит, пропорционально инфляции сохранял бы, якобы, я сейчас коснусь, надеюсь, этого момента, конкурентоспособность нашего производителя, наш потребитель был бы беднее, ну, вот, сами понимаете, пропорционально разницы в инфляциях, то есть процентов, соответственно, так, ну, так, на две трети, да, он бы стал бы победнее, чем сейчас, то есть, в принципе, нынешний курс очень сильно помог, очень сильно помог российским потребителям, потому что они получили возможность видеть, скажем, купить доллар, там, за 33, товары, которые в долларах стоят, как бы, да, там, один доллар, да, купить за 33, ну, хорошо, 35 рублей сейчас, нежели чем платить за них, простите, сейчас, секундочку, значит, 90, ну, считайте, грубо 90 рублей, то есть, вот, если бы мы цеплялись за, ну, хорошо, а, да, еще вычесть, ну, хорошо, там, 88, порядка 80 рублей нам нужно было бы платить, если бы мы цеплялись вот за эту разницу в инфляциях, но просто поймите еще важный момент, 2001 год, это не лучшая точка отсчета, потому что, какие тогда были у нас, какие были, там, справедливые равные цены, вот, это задача, которую, там, экономисты решают и до сих пор на уровне ни теории, ни практики полноценно решить не могут, там, паритет ли покупательные способности, вот эти мудрые слова, там, да, красивые, либо что-то еще, там, будет определять эту точку отсчета, вот, 2001, это, вот, иносказательно, вот, поэтому, на самом деле, по большому счету, это, с моей точки зрения, не самое важное, а самое важное именно вот то, что потребитель российский выиграл благодаря курсу рубля, там, в 33, допустим, за доллар, который сейчас такой же, как в 2001 году, несмотря на российскую инфляцию, потому что получил возможность купить огромное количество импортных товаров по тем же, считайте, ценам в долларах, что и в 2001 году, и что это за товары? Это электроника, бытовая техника, огромные объемы этих товаров поставлены из Китая в Россию, что через европейские компании под их брендами, что напрямую... Как говорят, товары длительного пользования, да? Достаточно длительного, да, кстати, автомобили тоже, между прочим, обращаю ваше внимание, за эти, кстати, лет 12 Китай развил у себя колоссальные размеры автопром, чьи товары поставляются к нам уже, так сказать, в готовом виде, не только в виде запчастей, а в виде полноценных автомобилей, которые ездят по нашим дорогам и, судя по всему, довольно неплохи по качеству. Есть нарекания, но точно, скажем, не провальное совсем уж, как бы, решение. Так вот, цены на очень многие из этих товаров, если вы посмотрите в структуре индекса потребительских цен, например, там телерадиотовары вот в Росстатовском разбивке, они не растут на протяжении многих лет практически. Там есть снижение на 1-2%. Это товар, один такой товар, например, купленный там телевизор за 40 тысяч рублей, если вот вы хотели купить себе там большой там LCD вот этот вот, или там плазму купить, он перекрывает потребление, бывает на месяц-два, соответственно, обычного человека по остальным товарам. Но люди смотрят больше на молоко, чья цена действительно растет в силу очень большого количества разных причин. И не обращают внимания, когда телевизор новый и хороший достался дешевле, чем можно было купить там три года назад его. Причем не такой же, а лучше. Самое удивительное. Это, как бы, свойство. Когда каждый день ходишь и смотришь, это видишь. Когда раз в три года купил и забыл об этом, то уже не очень помнишь, как ты на этом здорово в момент покупки с экономом. А вот молоко каждый день тебе мозолит в глаза. Это правда. Поэтому я вам хочу сказать, это правда. У нас есть проблемы еще с инфляцией, да, что молоко, в ней, как бы, гораздо чаще попадается, если хотите, чем телевизор. Ну и в нашей жизни мы его потребляем чаще. Женя, огромное спасибо. Время закончилось. К сожалению, Евгений Надоршин, главный экономист АФК-системы сегодня в студии Сухого Остатка. Спасибо, Женя. Спасибо, уважаемые слушатели.